Музыка Были проведены очередные переговоры квартальные по вопросу поставки газа на Украину. Основной предмет переговора это цена поставок и объем поставок. Имею ввиду, что летние поставки российского газа на Украину, как правило, шли. И этот газ заканчивался в подземных хранилищах. Украина сама потребляет порядка, в сегодняшний день, порядка 42 миллиарда кубов газа в год. На фоне спада развития экономики, еще недавно она потребляла 50 миллиардов, в советское время потребляла 120 миллиардов. Так вот, на эти 42 миллиардов, где-то половину, 21 миллиард идет на обеспечение населения, и порядка 21 миллиарда это промышленное потребление. Ну, просто потребление газа в Украине характеризуется очень серьезной, серьезной, сезонной неравномерностью. Вот, если в летний период в месяц потребление составляет, там, до 2 миллиардов кубов, то зимний пиковый период превышает 6-8 миллиардов. Для компенсации этой сезонной неравномерности потребления используются подземные хранилищи. Общий объем хранилищ, активный объем газа, который может храниться, порядка 31 миллиарда кубов. Но специфика заключается в том, что остальные потребители газа в Украине находятся на востоке и ухвостоке, промышленные предприятия, а подземные хранилищи находятся на Западе. Поэтому в летний период, как правило, еще в советских времен газ закачивался в подземные хранилища, а в зимний период газ, который поставлялся в территории России, шел на обеспечение потребления, внутреннего потребления Украины, а газ из подземных забирался и поставлялся на экспорт. Таким балансовым методом регулировать потребление внутренней и экспортной поставки согласно заключенных контрактов. И так эта система балансировалась, и так происходило обеспечение газом Украины и, соответственно, поставки на экспорт. Сейчас ситуация выглядит несколько сложнее, но при этом Украина импортирует газ не только из России, но и из Европы, и сама добывает газ, вот сама добывает порядка 19 миллиардов, то есть, по сути, объем добычи, собственной добычи газа в Украине, он сопоставим с объемом потребления населения. Поэтому, если вы здесь о населении, то проблем с обеспечением газом населения теоретически нет. То есть вопрос идет о промышленности. А вот здесь газ, необходимый для работы промышленности, Украина, по сути, импортирует. Как я сказал, если раньше был источник только России, то сегодня источник, в том числе Европа, газ поставляется в реверсном режиме, в режиме технического реверса из территории Венгрии, Польши и основные объемы Словакии. И общий объем таких поставок, с учетом производительности их запроводов, где-то 14-16 миллиардов кубов в год Украина может получать по реверсу из тех 22-23 миллиардов, которые необходимо импортировать. То есть, если взять всего 6 месяцев работы и потребления газа по импорту, Украина за 6 месяцев получила по импорту порядка 10 миллиардов кубов газа, из них 37 миллиарда – это российский газ, соответственно, 6,3 – это газ из Европы. То есть, по сути, Украина, можно сказать, импортирует сегодня из России менее 40% общего объема газа. В то же время, в летний период Украине необходим газ для закачки подземных хранилища. Объем закачки должен быть не менее чем 19 миллиардов кубов. Сегодня закачано порядка 12, то есть, еще 7 миллиардов кубов надо закачать до наступления так называемого осенне-зимнего периода, с тем, чтобы в зимний период за счет этого запаса удовлетворять внутренний спрос и обеспечивать беспереборный транзит российского газа в Европу. На этот период в прошлом году Украине за счет закачки, особенно при Лимае, уже были, скажем так, достаточные объемы газа порядка 19 миллиардов кубов. Сейчас 12. То есть, надо 7 миллиардов где-то взять. Поэтому Украине надо этот газ либо в Европе купить, закачать, либо в России. К сожалению, те цены и условия, которые обозначил Газпром, Украина не приняла. Но не потому, что цена очень высокая, хотя они надеялись, что в рамках заключенного контракта правительство предоставит, опять же, стопроцентную скидку, и цена на газ не будет превышать 200 долларов. Но это не произошло. Газпром, в соответствии с решением правительства о представлении скидки, скажем так, 40% в таможенной пошлине, цена газа составила 247 долларов за тысячу кубов. Это цена, которая действовала во втором квартале. Украина с этим не согласилась, имея в виду, что цена на газ на третьем квартале до тех же немецких потребителей или европейских потребителей будет ниже. Там формула цены привязана к нефтяной индексации, цена на нефть низкая. Поэтому Украина хотела бы видеть цену, по крайней мере, по той информации, которую мы обладаем. Это цена на том же немецком рынке за минусом стоимости от плотировки этого газа от границы России до границы Германии. Они считают эту цену более справедливой. Поэтому, якобы не говорить по цене. Хотя, на мой взгляд, ситуация несколько глубже. Украине просто нет денег, чтобы рассчитываться делать предоплату за наш газ ни по какой цене. Просто нет денег. В этом вся проблема.